так доброе утро вспоминаем рубрику забытое во что мы наряжаемся с утра так что у нас здесь у меня платьишко платье это из магазина next такой легкомысленный как это называется молодежная коротковатый надо бокс мы приехали погулять в добрый тут об извините а тут красота мы решили пятничное утро провести в доброте мы сюда иногда приезжаем погулять вот доходим до этой цепь видим обратно завтракать поедем либо к нам либо здесь в то же самое заведение где мы были на той неделе еще не решили пока здесь просто красиво собак тут одни пробки лично так ездим раньше тут сколько минут 13 тратили сейчас минут 25-40 даже можно тратить у нас там в той машине привозят еду разную ну как еду в продукты лук черешню все что тут плохо лежит все везут вот ему у него всегда что-нибудь покупаем иногда его угоняют он приезжает из улицы на другая часть черногория иногда его гоняет здесь коммунальная полиция уже два раза в улице гоняет но все равно он приезжает ну я думаю на лапу чем дает и стоит дальше и не очень вкусные продукты мы у него очень любят черешню дыня боже мой какая вкусная дыня я думала да не вкусно бывают только в россии нет вот там привозят какие-то эти астраханские дыни и нет арбузы азербайджанские да какие-нибудь дыни листы даже числе из азербайджана а здесь просто безумно вкусные дыни вот и первый раз в черногории вот мы вот у него такие вкусные арбузы неплохие черешни и лук сейчас возьмем а мы тут судричка мудринь мудринь нервничает где федюши да ты нервничаешь где федюш но у нас так хорошо постришла в этот раз мне нравится да адрюй адрюй кажется тучи на что-то намекают идти домой хочу что они намекают так ну что ходила и тут сходила в магазинчик купила кое-чего для дома очень важная вещь вот эта штука под окно класть так ну что я искала вообще себе веер я не знаю я вам рассказывала или нет но у меня всегда был веер не всегда но последние несколько лет у меня был веер на летнее время а потому что без это вообще никуда без это вообще никуда и особенно таким людям как я и на самом деле на веер я подсадила всех и свою маму и свекровь сестра не помню пользуется или нет но в этом году собака с подачи моих детей сгрызла мне мой веер и теперь у меня нет веера хожу его ищу вы не можете вы не поверите в черногории где веер должен продаваться но я не хочу покупать вот в этих туристических магазинах где веер не знаю за 15 евро продается барахло за полтора не хочу это все долго портится все эти веера хочет какой-то оригинальной красивой купить желательно ручной работы чтобы он был качественный я всегда за качество козероги всегда за качество козероги у которых я не знаю солнце в венере тем более за качество и за красоту поэтому искала веер ничего не нашла нет веера в общем вот поэтому вот такие вот дела веер не нашла если кто-то из вас делает веер ручную работы сам и готов мне такую сделать такую работу я буду только рад без вера летом я погибаю так ну короче а сейчас поеду магазин куплю салат тут на эти случаи когда ты скоро уезжаешь и надо все доедать что остается дома и в какой-то момент у тебя начинает уже заканчивается то что надо есть а есть еще надо вот этот случай я вам чуть с утра не успела рассказать нормально ничего эти платья из магазина нью-йоркера знаете такой молодежный мне кажется больше магазин но я туда иногда захожу брать какие-нибудь жемчужинки и вот это платье я считаю такая жемчужинка она коротенькая прикольная микс как раз лета летняя для по для походов по городу но лично себе я такой не выбрала как-то вот для для гуляния по москве например ну мне нравится такое более интересное ну вот так вот для пляжного отдыха мне кажется ничего пошли грязное зеркало но мы те уже не будут вот пусть уже после меня будет так сказать да и мои собственно ботиночки вот выглядят они вот так мне честно говоря это мне кажется что-то очень необычное для меня у меня быть такой какой-то классический стиль ну тут что я их увидела отдела и не смогла снять точнее с ним нам пошла домой и стала про них долго думать думала про них две-три недели в итоге очень удобно очень рад что ездила вот мерила в черном цвете но решила что в таком бежевом это будет лучше вот ну и мне кажется они не очень броски на самом деле еще очень красивые такие шанельные замки такие сейчас доставать в моем ближайшем окружении их не будет вот и они мне кажется такие более узнаваемое тело здесь еще так стоит так вообще ничего не понятно мне понравилось не за они очень мягкие такие прям класс как это только красивая так ушел у нас снова пятница пятничные посиделки последние пятницы в этом учебном году это приятно для нас для других еще получится вот и сейчас я жду свою подругу а деньги я взяла все нормально и пойдем с ней и но вино не выпить сегодня будем пить как юга есть такой коктейль называется юга вот очень-очень вкусный отлично очень вкусненький освежающий мне кажется вот как я вспомнил я про эту сумку я ее обожаю я ее обожаю на ступше не могу вам передать я каждый раз когда едва я каждый боже раз я вспоминаю свою подругу которая вспоминаю свою подругу продала мне эту сумку вот и каждый раз воздаю ей спасибо за то что она мне она просто это просто самая крутая мая сумка что она очень удобная она очень такая транспортабельная у меня есть один небольшой минус она очень ярко и видите то есть она такая кричащая это прям ее такой нехилый минус но я даже это не прощаю потому что первых она все равно красивая цвета и вообще вот а я собственно сейчас подожду свою знакомую че подумала сегодня было не так уж жарко вот поэтому да на смотрите какое не красиво тоже был вот так что пошла а и пить мы будем коктейльный напиток который называется хьюга знаете такой очень освежающий и вкусный совету а пироль это все мне кажется же банально надо пить чем-то интересненькое точнее я думаю что этот хьюга напиток уже он старый как неизвестно что но я его только распробовал недавно я думал чтобы стакане ой нам сразу принесли что нужно было ширить короче ой ща будем есть это я хочу хочу такой вид шикарный да неприличное небо ты собака предала меня нет бы мать любить а ты этого дядьку зачем он тебе нужен спать пить пить пакет пить да у адрифу воскресное утро мы приехали снова на пляж у нас уже несколько дней идет бура вот что-то в этом году же третий день идет будет сильно смывает короче мы решили провести воскрес внутрь на пляже а дельфина до 86 штук главы доль черногории дальше 86 там штук дельфинов вдоль черногории плавает живут вот а я вчера была на кикбоксинге утром и мы там короче тренировали уходы от ударов у меня все так болит мышцы спины как старая карга не могу ничего делать не шевелиться ничего даже сидеть больно вот гляньте какая красота мы туда вот 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 Так, ну Феде принесли какую-то неприличную красоту, я считаю. Это такое даже мясо включало. В общем, неприличная. А мы все с этим ждем и завидуем, да? Ну как? Да. На салбомах. Вкусная и горячая. Я же говорю, Боря у нас гурман. Вон там сел самолет, сейчас нас догонит. Персерби, смотрите, как вы сейчас будете садить. Да где он? Да вот он уже сел, Боря. А, только сейчас? Нормально. Смотри, как он лошадает. На который мы будем влезать. Так, какая у нас атмосфера? Ну я сегодня обгорела, короче. Ну я не такая красная, как вам кажется, но все равно я обгорела. Загораешь, загораешь, все равно обгораешь. Как это бесит. А у нас сейчас будет барбекю внизу с соседями и с хозяйкой. по случаю нашего отъезда на лето. Вот. Ну и так вообще, повод собраться. Ой, да. Дождь? Нет, не дождь. Сейчас покажу, как это выглядит. Идут приготовления. Тут еды и сколько всякой разной. У нас теннис остался приятную музыку. Люблю я эти барабаны, как они называются, такие металлические. Прям кайф. Вот, а по плану на этой неделе у нас с вами сбор оконечных чемоданов. Немножку у меня осталась посуда, которую нужно внести в локер. И, в принципе, все. У нас три дня, включая сегодняшний. Ну, то есть как бы через два дня, через два с половиной, включая сегодняшний, мы уже прийти в Москву. Вот. А платьишко тут висит у меня и подружка мне давала. Когда я вся промокла, у меня было полностью мокрое платье в предыдущем влоге. А вот, она мне давала его взять, я их не погладила, постирала. Ой! Ну, завтра отдам. Ну, завтра отдам. Вот так вот. Карстана тебе пришла. Карстана тебе пришла. Не-не-не. Нам не нужны эти лишние звуки. Так, мы ждем Глеба, пока он тут придет. И я решила вам рассказать про свою последнюю покупку здесь. Раз уж такое делать. Сейчас я буду выкидывать пакет. Крайний. А, крайний. Извините. Крайний. Начнем. Парфюм все купим. Начнем с... Как называется? Пробник. Вот такой у меня пробничек. Пока будем все... Пакет нам пригодится, наверное, да? Сейчас мы просто так... Пахнет не дурно. Так, основной парфюм я сейчас... Подождите. Так, пакетик мне этот тоже пригодится. Завтра девчонкам кучу мне надо. Так. Это сюда. Дальше. Следующий. Бланше и какой-то инфлюенсер. Я уже забыла о чем. Вообще выбирала себе парфюм. Мой любимый... Как у меня был? Африканский балл был распродан. И я выбирала между этими как раз бланши от Байреда и Библиотек. Вот. Мне сказали, что это тоже у них бестселлер. Но на самом деле я вспомнила, я его когда-то уже пробовала, нюхала им. А, или у мамы был какой-то пробник. Короче, очень вкусный аромат. На лето может быть не такой свежий-свежий, как этот. Как у меня был африканский балл, но тоже не плохой. Причем у них офигенная всегда упаковочка. Федь, глянь, как упакована. Шикарно. Так шикарно, что пусты жуть. Угу. Сейчас. Как будто я не знаю, что я тут открываю. Новый айфон. Новый айфон, да. Ну, зацените. Красота. Взяла 50 миллилитров. Вот. Какой малыш. Ой, как жарко. Ох, как вкусно. Очень вкусно. Сладковатый, может быть, для лета. Ну, или просто это сейчас первая такая ассоциация. Оп. Вот. А эти все можно выкинуть. Ну, так вот. Довольны собой. Почему бы и нет. Ой, нет. Такой свежий, сладкий какой-то аромат. Очень вкусный. Не знаю. 50 миллилитров. Да. 50 миллилитров. У нас очень-очень жарко. Ну, я уже 500 раз-то сказала. Конечно, вы уже все знаете. Так вот, пошли. Так вот, у нас собака. Сейчас мало гуляет. Вот видите, что она делает. Она идет обязательно в тень. И она меня ведет по этой тени. Только по тени идет. Ей очень-очень жарко. Вот. Ну, ничего не поделать. Вот мы с ней по тенечку идем смотреть. О, а я была... Сейчас... Ой, господи. С девчонками своими встречалась на завтраки. Последний, как это, крайний завтрак перед летом. Вот. Вспомнила, что хотели выпить шампанского, а не выпили. Ну ладно, мы уже пили. Как кто-то мне тут писал в комментариях, что, мол, все такие ежиные, а пьют шампанское. Ну да, нам это не мешает. Вот. Поэтому, как бы... Ой, господи. Так что, да. У нас еще сегодня вторник. Завтра среда. О, какие цветы. Последний день. Потом мы летим уже в Москву. Так. Наш обед. Я решила добавить рис и овощи. Нут, обжаренный в специях индийских. Получилось очень неплохо. Все согласны, что получилось вкусно? Да. Хорошо. В смысле? А, очень хорошо. Правильный ответ. Все по сценарию. Молодцы. Нет. Ой. Хожу уже с шестой день в одном том же платье. Ну, я его стираю, а потом заново хожу. Потому что я уже все убрала. У меня не охота потом стирать слишком много вещей. Хожу, в общем, в этом платье. Так. У нас среда. Сегодня наш последний июньский день в Черноборе. Вот. Так. Завтра летим уже в Москву. Сегодня вот решили позавтракать. Там, где есть... Как это называется? Фонтан, ты сказал? Водная стена. Водная стена. Вот. Я сегодня пошла на теннис. И впервые за этот год обыграл свой тренером. Вот так с ним шикарно играли. В итоге его. 5-7. Да, я снова 5-7. Я его обыграла. Просто прекрасный начало дня. Я считаю, прекрасный начало наших каникул. Вот. Я это расценила как шикарный знак. И очень рада. Федя, сладкий завтрак. Я не люблю сладкие завтраки. Я люблю плотные, хорошие, солененькие завтраки. Вот насчет яйца. Не знаю, буду есть или нет. Можешь съем. До кучи. А может нет. Но выглядит вкусненько. Ну, сделай себе маникюр. Пятикюр. Чувствуешь себя сразу настоящим человеком. Каким-то чистым что ли. Даже не знаю. Опрятным. Прям приятно. Сделай себе яркие ногти. Ну, на ногах. На руках у меня ничего нет. А еще у меня новая сумка. У подружки купила. Она ее связала. Сама. Из какой-то парусинки. И еще чего-то. Машина видится. Не знаю еще чего. Но мне так нравится, оставлю ссылочку здесь. Вот. Можете ее заказывать. Я прям в страшном восторге. Мне так нравится. Я очень хочу спать. Я вообще собра . Кофе пила. Прямо уже первый час дня. Первый час дня. Я еще не пила. Очень хочется. И спать хочу. Очень хочется. Ух. Ну, еще вещи собирать. Была бы такая служба. Вызываешь. Они сверху пакуют. А потом распаковывают. Вместе в этом же так же. Было бы очень не дурно. Я бы таком воспользовалась. Надоело мне с собой все это делать. Так. Обстановка. В доме. Ждем, когда проснется Глеб. Бесконечно взвешиваем чемоданы. Мы вечно не укладываемся. Это наша нормальная ситуация. Одри там что-то ходит. И всякий разный мусор, который нам будет вынести. Эти продукты мы оставляем хозяйке. В общем. И там еще досушивается белье. В общем, вот так вот. Здесь у нас легкий перевес. Надо с ним что-то сделать. Там у нас недовес, как ни странно. Но это не проблема. Тут еще много чего надо убирать. В общем. Забавно. Ждем, когда проснется Глеб, чтобы пойти на завтрак. Знаешь, как это ест? Сейчас покажу. Так. С Глебом всегда у нас драмы. Глеб не стал. У нас там ничего есть. Прибереды. Пришли в другое место. У нас дома уже ни посуды, ничего нет. Еды тоже. Все собрали. Сложили все в локер к нам, да? В складовочку. И убрали. И убрали. Дю. Так. Ну что. Мы вроде бы собрались. Давайте я вам расскажу про свой аутфит. Будущее. Все такое. Ну, на голове у меня просто свеже помытая голова. С тех пор, как у меня тут отросших куча корней, я вообще ничего как бить с головой не делаю. Не хочется. Ну и вообще они в таком состоянии, конечно, не очень. В общем, я их оставила уже до Москвы. У меня есть просто крабик. И все. Я их даже не сушу. Я уже феном не пользовалась, наверное, месяца два. Просто убрала его с собой. Думала, ладно, буду маску и красоту наводить. Вот. А здесь уже потом по приезду. Короче. Что на мне надето? Заровская кофточка. Солечки. Заровская кофточка. Она, конечно, очень такая плотная. Если честно, я ожидаю, что когда мы спустим эти четыре чемодана вниз, я думаю, что я уже буду вся мокрая насквозь. Несмотря на то, что душ я уже приняла второй раз сегодня. Но не знаю. Короче, хочу эту кофту взять с собой. Она достаточно тяжелая. Поэтому решила, знаете, по принципу, да, самое тяжелое всегда нужно надевать на себя. Вот так вот. Дальше на мне вот эти вот штаны от Benetton. Вот. Не знаю. Я хотела ехать в джинсах, но решила, что в джинсах я вообще не доеду. Буду просто все мокрюще. Поэтому вот так вот. Еду я также в этих сандалях. Вот. Да. Ну, потому что здесь мне будет очень жарко. Там хотя бы будет продуваться. Как-то так. Так. Вот тут детская обувь. Вот мы тут все-все-все опустошили. Я не знаю. Раскладывать. Мы решили съехать на лето с этой квартиры. У нас есть кое-какие дела в Москве, которые мы надеемся решить очень быстро и за лето. Но если нам придется задержаться, то тогда... Ну, чтобы не платить, короче, за квартиру. Вот. Но теоретически она нас будет ждать. Вот. Но мы еще будем с хозяйцем, в любом случае, на связи. Вот. Поэтому у нас четыре чемодана. Не три или два, как обычно. Мы решили взять четыре. На всякий случай немножко холодных вещей с собой взяли. Ну, потому что я надеюсь лично, что лето будет прохладное. Мне вот того лета слишком для меня было тяжелое. Поэтому вот так вот. Собака. Вот. Тут всякое барахло. Ой, какой-то он. Какой он пыльный. Ну, не важно. Какое-то барахло еще в маленький чемодан надеть насувальд. Даже не знаю, что там. Вот. Еще у меня такая тяжелая кофта, которая дает... Она очень тяжелая. Это, по-моему, Сандру, которую я себе купила. Вот. Лейте в этот раз. Она очень тяжелая. Ну, я не знаю. Мне кажется, на килограмм полтора весит. Вот. Поэтому я убрала ее из чемодана. Ну, знаете, эту штучку, да? В чемодан мы сначала ничего не кладем. Взвешиваем. В общем, после взвешивания запихиваем туда все отсюда. Детские... А, вот это надо выбросить. Ну, из чем я еду с рюкзаком. Здесь у меня там всякий ноутбук. Какие-то детские айпэды. В общем, все, что не уместилось. Рюкзачок я с собой беру и взяла очень... В тему оказалась мне вот эта вот сумка. Не знаю, вам рассказывала уже, нет? Рассказывала, да? Мне подруга связала. Я у нее купила эту сумку. Мне страшно понравилось. Я тут ее еще облагородила такими вот этими фигурками. Короче, здесь все для собаки. Вот. И здесь документы. Все. Как-то так. Вот так вот я поеду. Это у меня будет в руках. Я пока даже не знаю, как это все будет. Уже пофиг. Уже просто пофиг. Ну и все. Здесь, в общем, все пустое. Но мы всегда оставляли квартиру пустой. Тут вот остатки еды, которые мы не успели доесть. Как-то так. Вот. Собака отдыхает. Белград. Как я уже говорила, летим мы через Белград. Надеюсь, все будет хорошо. Все будет легко. Я даже планирую немножечко пошопиться в дьюти-фри. Вот. Блин, лицо помыла. А ни тоника, ни крема уже ничего не осталось. Нам перенесли... Нам перенесли рейс. У нас должно было быть полтора часа ожидания в Белграде. Но в итоге нам сделали рейс 4 или даже больше часов будем ждать. И в итоге в Москву мы прилетаем в 0.40. То есть это уже как бы завтра. В час. Почти в час ночи. В общем, такой, мне кажется, нелегкий предстоит перелет. Давно у нас таких не было. Я не знаю, со времен, наверное, Канады. Или даже вот ковидного. Да, когда у нас был в ковид перелет. Я здесь вставлю видео. Мы летели тогда Торонто, Лондон, Лондон, Амстердам, Амстердам, Минск. И из Минска мы ехали на машине, на такси в Москву. Вот так вот. Вот. А сейчас, конечно, тоже черти так. Ну, что делать? Я говорю, это у нас такая карма. Мы приехали в Канаду. Через два года, по-моему, да, через два года закрыли перелет прямой России-Канады. Мы приехали жить в Черногорию. Через два года закрыли прямой перелет Москва-Черногория. Ну, вот как вот. Это наша карма. Извините меня, эти страны. Вот. Так. Ну и все. Водичку пьем усиленно. Мне нравится мне так эта сумка. Я вчера собрала столько комментариев, а не комментариев, как это называется, комплиментов. На нее просто заходишь везде и тебе, о, лепаторба, лепаторба. Приятно. Так. Все прошли. Ой. Все прошли. Ой. Отдыхаем. Мы теперь как-то в цыгане путешествуем. У нас куча вещей. Собака. Ночь собака. У цыган были какие-нибудь ослы, а у нас собака. Идешь леденькую. Ооо. Да? Так. Ждем теперь самолет. Так. А тут открыли новый терминал в Белграде. Идти. Идти долго, как везде. Новенькая. Ооо. Даже штуки эти есть класс. Мне нравится. Решили, что очень ярко. Давно хочу себе широкий ремень. И вдруг нашла. У меня у всех крови такая косметичка. Так в основном. Так, ладно. Сейчас я решу. 75 евро. Дороговато все-таки. Сейчас я подумаю. Ммм. Ммм. Как там? Чего хочу, не знаю. Чего знаю, не хочу. Ммм. Сумка как моя сейчас со мной едет. Цена у нее 266 евро. Но по нынешнему курсу не дешевле, чем я покупала. У нас уже задержки. Ну, это нормально. Ммм. так опанька кто тут прилетел в москву подружки у нас все прошло прекрасно хорошо не за ну нет задержали немножко есть из белграда держали немного рейс из белграда начался почти да ну потому что все досматривали обыскивали все в общем потому что вот что лжи минирования занимаются все прекрасно прошло у нас все супер лето начинается к синка кодрик а вот это как все хорошо вела на просто ну и забавку просто как это случилось собак за время 2 часа дохода привет у нас а у а а а а а а Дальше шестнадцать. Сейчас пойдем спать. Уже почти столичка стоит. Нет, это два шестнадцать. Три пятнадцать светло. Три пятнадцать. До встречи в следующей полу. Это мои покупки, которые будем с вами разгребать. Все потом расскажу.